Перед окончанием учебного года под председательством главы Славянского района Романа Сенеговского состоялось районное родительское собрание «Ответственное родительство сегодня, здоровое общество завтра». В Большом зале городского дома культуры собрались родители, директора школ, заместители по воспитательной работе, руководители служб системы профилактики, чтобы вместе обсудить те проблемы, перед которыми оказывается современный школьник. В рабочий президиум общерайонного родительского собрания помимо главы муниципалитета были приглашены заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам образования, науки и делам семьи Виктор Чернявский, славянский межрайонный прокурор Александр Фоменко, заместитель главы района Ольга Леус, начальник управления образования Виталий Титаренко, благочинный церквей Славянского района Отец Иннокентий. Открыл собрание глава района Роман Сенеговский. «Мы уже традиционно с вами проводим такое, можно сказать, расширенное родительское собрание, потому что впереди, как мы говорим, программа лета, летний отдых, самые большие каникулы детей. Наша с вами задача, самая, наверное, главная задача сделать наше лето для наших детей комфортным, безопасным, доступным». Одной из основных тем родительского собрания стала безопасность детей, как в школьное, так и во внеурочное время. Этому вопросу, тем более в преддверии летних каникул, необходимо уделять особое внимание. «Основную ответственность за жизнь и здоровье детей несут прежде всего родители», отметил заместитель председателя законодательного собрания края Виктор Чернявский. «В нашем краевом законе образования на одной строчке стоят субъекты воспитания и образования – школа и родители. И я бы хотел к вам обратиться, когда мы заводим любые разговоры, помните это. Родители вообще первые учителя, ребёнка. И даже если школа где-то чего-то не вызывала, не дай бог, ребёнку, она с ним контактирует 11 лет, а вам всю жизнь». Заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус в своём докладе коснулась темы интернет-безопасности. Современные технологии, всевозможные гаджеты, игры как приносят пользу, так и несут опасность. Ольга Викторовна призвала родителей обязательно обращать внимание на то, чем их дети занимаются в глобальной интернет-сети, какой информацией интересуются, в каких группах состоят. «По статистике, каждый второй школьник является активным пользователем сети интернет. Сейчас даже дети-дошколята являются уверенными пользователями социальных сетей. Это небезопасно. Дети не просто читают и узнают что-то из интернета, но посещают различные группы. Группы, которые пропагандируют смерть. Это ещё одна тревога, опасность, которая волнует нас всех взрослых. И даже идут следом за теми, кто их ведёт, кто им рассказывает какие-то задания, которые в итоге приводят к суициду». Помимо вопросов безопасности детей, подняли и проблему организации занятости несовершеннолетних. В частности, было отмечено, что в этом году планируется создать новое общественное движение «Союз казачьей молодёжи Кубани», которое будет работать не в рамках одного направления. А охватывать все сферы деятельности молодёжи. Завершая конференцию, педагоги района были единодушны в том, что любое образовательное учреждение и прежде всего школа должны не только давать знания, но и быть центром воспитания в ребёнке лучших человеческих качеств, развития его творческих и интеллектуальных способностей. В школе должно быть комфортно каждому ученику. Вот тогда будет получена реальная отдача от всего, что вкладывается в образование района сегодня. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».